Алексей Гетьман, военный эксперт, майор запаса ВСУ, уже в нашем эфире. Алексей, здравствуйте. Здравствуйте. Добрый день. Алексей, так, вчера вышел на связь военный преступник Пригожин. Как считаете, почему таил молчание двое суток? Ну, тяжело сказать, почему это произошло, почему он именно хранил молчание. Ну, видимо, какие-то шли договоренности между Пригожинами и теми людьми, с кем он договорился, может быть, с Лукашенко, и он выдержал небольшую паузу. Я хотел посмотреть, какая будет реакция на его путь, на то, что он делал. Ну, молчал-молчал, появился. Когда он пропал, уже начали раздумывать, может, его уже просто где-то ликвидировали, устранили. Ну, он жив-здоров, к сожалению, и продолжает свои какие-то политические или медийные заявления. Алексей, давайте тогда обсудим еще поведение другой верхушки уже Российской Федерации. Мы видели, что вот действительно Пригожин вышел на связь. Минобороны Российской Федерации вчера опубликовало какое-то молчаливое видео с Шойгу, непонятное где и когда снятое. От Герасимова слова никто до сих пор не услышал. Путин уже за последние 12 часов появился в кадре дважды. Буквально вчера вечером он вновь говорил, что Пригожин – это предатель. Сегодня он выступил на Соборной площади. И, собственно, после выступления Путина выступил еще и Виктор Золотов, глава Росгвардии. И сообщил, что у его ведомства появятся танки и тяжелое вооружение. Росгвардия, как мы знаем, подчиняется только Путину. Золотов – это, по сути, бывший личный охранник Путина и пользуется безграничным доверием. Скажите, как вы считаете, что означает вооружение Росгвардии как армии? То, что он больше никому не верит? Или Росгвардия – это новый, по сути, ЧВК Вагнер? Ну, назвать ее ЧВК Вагнер вряд ли стоит, потому что ЧВК Вагнер все-таки принимали участие в боевых действиях в Российско-Украинской войне. Росгвардия вряд ли будет принимать участие в боевых действиях. Путин – это такие потешные войска, как когда-то назывались в России, которые превратились в что-то похожее даже на опричников. Он усиливает Росгвардию, потому что он понял, Путин, что какими-то выступлениями по телевидению или в каких-то соцсетях остановить продвижение даже не очень значительной группировки вооруженных людей. А почему-то все говорят, что там было 25 тысяч, когда Пригожин как бы шел на Москву, а на самом деле было около 4 тысяч. Видимо, для этого усиливается Росгвардия, в том числе артиллерия, тяжелая техника. Я думаю, там еще будут и вертолеты. Поэтому это для, по сути, это личная охрана Путина, и он планирует ее просто усилить, потому что он понимает, что Путин, нельзя сказать, что он провалился. Это была первая фаза. Я думаю, что он будет продолжаться, только немножко по-другому будет выглядеть. Это было, ну не знаю, или предупреждение Путина, или просто проверка сил, или репетиция. Но то, что этот процесс начался, процесс замены Путина, ну назовем так операция «Наступник», она уже началась, и скорее всего она будет продолжаться в каком-то виде. Разные политические аналитики в Украине и за рубежом говорят, что режим Путина, ну не режим, а сам Путин, будет заменен в срок от трех недель до трех месяцев. Ну это прогноз, неизвестно, насколько это сбудется, но если про такое уже говорят, значит там ситуация не очень для Путина хорошая, слава богу. Да, ну и накануне Пригожин говорил также о том, что не собирался свергать режим. Кстати, именно так власть Путина он называет уже не впервые. Говорил, что пошли колоннами на Москву ради справедливости и ради сохранения своей этой частной военной компании. Алексей, как считаете, что теперь ждет, собственно, это формирование? Тот же Путин предложил три варианта, мы вчера услышали. Это контракт с Минобороны, мирная жизнь с семьями или уход в Беларусь. А Пригожин говорил, что ему протянул руку помощи Лукашенко и предложил найти пути решения для дальнейшей работы Вагнера в законной юрисдикции. Ваши взгляды? Ну это лежит на... это то, что официально рассказывают Путин и Пригожин. Ну Лукашенко каким-то боком-то тоже, ну не каким-то, так серьезно вклинился в эту ситуацию. Ну то, что предложение подписать контракт с Министерством обороны, ну про это говорил Шойгу еще уже сколько, почти месяц назад, что все частные воинские компании должны переписать контракты и быть непосредственно в подчинении Министерству обороны Российской Федерации. Ну это вариант, который уже был известный. Ну расходиться по домам и заниматься семьями, ну это Путин так сказал, для того, чтобы как-то показать свою гуманность или твариат. Ну не знаю, что он хотел показать, но это... Гарантии безопасности, вероятно, хотел показать, о которых он говорил. Вагнер состоит как бы из подразделения А и подразделения К, там несколько, по большому счету условно две структуры. Это люди, которые профессиональные наемники, которых организовал еще в 13-м году Уткин, и они вели боевые действия в разных местах. В Африке, на Ближнем Востоке, ну и вот эта группа зэков, которых они посылали на местные атаки, сами профессионалы туда не шли. Они контролировали сзади и, может быть, даже выступали в роли загранотряда. Поэтому те люди, которые профессиональные наемники, вряд ли они раздутся по домам для того, чтобы там спокойно существовать. Разговоры про то, что перейдут в Белоруссию и там что-то сделают, ну скорее всего так и будет. Но только для того, чтобы как-то сорганизоваться, привести себя в порядок. Они все-таки вели серьезные боевые действия, ну реорганизоваться и дальше, ну скорее всего мы видим их в Африке, в Центральной Африканской Республике, где они в том числе контролируют добычу золота для Российской Федерации. Или в Южноафриканской Республике, в ЮАР, где они в том числе контролируют добычу алмазов, опять же для Российской Федерации. Ну или, естественно, или на Близнем Востоке, где они в том числе контролируют добычу. Есть информация, что его дом нуждут в Африке, пригожено, ему предлагают достаточно серьезные по финансовому смысле контракты. Поэтому, я думаю, после Беларуси мы увидим его в Африке. И, скорее всего, в том виде, в котором мы привыкли видеть частную войскую компанию в Африке на линии фронта в Украине, мы их не увидим. Если их и разделят на несколько частей, то, скорее всего, это будут расспорошенные части, расспорошенные люди. И они не будут даже в одном взводе, наверное, чтобы взвод был полностью сформирован из бывших вагнеревцев. Они будут там по одному, по два человека, может быть, распределены по контрактам, по всем сбройным силам Российской Федерации. Ну, есть же закон про то, что, когда подписывается контракт, они, скорее всего, подпишут контракт с Министерством обороны, что военнослужащий не может выбирать место, где он будет служить, куда направлен, туда и поедет. Поэтому такая судьба же Дэдбангера. А Привожин, ну, частная воинская компания, Привожин, скорее всего, все-таки поедет в Африку. Ну, мы же прекрасно понимаем, что когда частная воинская компания контролирует десятки тонн золота, например, в Центральной Африканской Республике, добычу, и это золото идет непосредственно в Российскую Федерацию, золотой запас, ну, точно, что они работают без прикрытия, как говорится, такие действия не совершаются. Ну, легко заметить, что за ними стоит ФСБ, бывшее КГБ, это может быть тот же Патрушев, может быть другие люди. Поэтому этот вот путь, ну, он был не инициирован не самим Привожиным. Просматривается, что Привожин был просто инструмент, который использовали условный Патрушев и условный Абрамович, то есть бизнес-элита и элита силовых структур, для того, чтобы, ну, что-то поменять Путина или что-то показать Путину. Ну, ну, ситуация динамичная, думаю, что мы это в очень скором будущем увидим. То есть вы тоже склоняетесь к мысли о том, что это все-таки какая-то внутренняя спецоперация и проба пера, и первый сезон только? Да, скорее всего, ну, опять же, мы можем только предполагать, мы точно не знаем, и слава Богу, всех нюансов, которые там, подковерных игр, которые там ведутся. Ну, если так смотреть со стороны, немножко проанализировать, то видно, что он вряд ли Привожин был. Ну, есть много очень признаков. Росгвардия не сопротивлялась, ну и так далее. То есть можно много об этом говорить, почему он так пошел. И что было ощущение, что до Москвы они не дадут. Ну, мы хотели этого. Но никаких уличных боев в Москве не будет, никаких баррегатов там никто строить не будет. Это, видимо, все-таки была проба пера. Ну, и плюс, это был еще сигнал условному Западу и в том числе союзникам Российской Федерации для Запада. Помните, что говорил Привожин, что они считают, что никакого бомбежки, бомбили Донбасс 8 лет такого не было, что никто не собирался нападать на Российскую Федерацию, ни НАТО, ни Украина, что это все ерунда. То есть он посылал сигналы нашим уже партнерам Украины, что новая власть, которая может прийти, это люди, которые хотят мира, чтобы их как бы поддержали. Это с одной стороны. А с другой стороны, вот эти действия, когда никто не мог остановить движение этих колонок, это сигнал союзникам уже и партнерам Путина, что посмотрите, не такой он сильный. Это сигнал в Иран, может быть, в другие места, что не надо так сильно на него рассчитывать. Посмотрите, король-то, как говорят, король-то голый. И вот задача была, мне кажется, главная задача показать, что Путин слабый, что такое вполне возможно. Но до конца, видимо, эти товарищи, которые просчитывали эти варианты, они до конца не были уверены, как надо действовать. Поэтому они просто попробовали. И, может быть, первая фаза это была показать слабость Путина и невозможность его что-то остановить внутри России, если начнутся какие-то движения. Ну, не даром же, с чего мы начали, хочет в Росгвардию, с такой гордостью заявляет руководитель Росгвардии, командир, что у нас будут танки, у нас будет артиллерия. Ну, естественно, будут, потому что ваш фюрер перепугался, поэтому он будет вас усиливать. У них других сил, кроме Росгвардии, в принципе, нет. Ну, и не факт, что Росгвардия полностью на его стороне, но это уже их внутренние проблемы. Пусть они их сами решат. Алексей, давайте еще обсудим с вами информацию, которая вчера массово появлялась в средствах массовой информации. Собственно, российские оппозиционные СМИ сообщали о том, что якобы уже на территории Беларуси строятся базы вагнеровцев. При этом наша украинская разведка в нашем эфире этого не подтверждала. А командующий объединенными силами ВСУ генерал-лейтенант Сергей Наев заявил, что граница нашего государства под надежной защитой в режиме 24 на 7. И если же произойдет, что вагнеровцы вдруг появятся там и пойдут оттуда в сторону Украины и попытаются пересечь нашу государственную границу, для них это будет не что иное, как самоубийство. Согласны ли с такой точкой зрения? Как считаете, эти отмороженные головорезы, если все же появятся на территории Беларуси, могут предпринять такую попытку? Предпринять могут, но я, вы знаете, я доверяю генералу Наеву. Я когда-то был опытом командования по большому счету в силу специальных операций. Это человек, во-первых, очень аккуратный в выражениях, он так просто ничего не говорит. А во-вторых, это человек с большим боевым опытом. И если он говорит, что там все в порядке и мы контролируем возможные атаки со стороны Беларуси, то сомневаться точно в этих словах не приходится. Пойдут они на Киев или куда они там собираются, на Чернобыль опять может, не им рожелез, скучают за ним. Непонятно, но, скорее всего, все-таки идеальное место для того, чтобы Вагнер перегруппировать и создать подразделения, которые могут работать в Африке и на Ближнем Востоке, лучшее место, чем Беларусь, найти сложно. Поэтому, скорее всего, строится там база или не строится. Если не строится, то обязательно будут строиться. Потому что им надо какое-то время привести себя в порядок. И дальше, опять же, прогноз дело неблагодарное. Он может сбыться, может нет. Но высокая вероятность того, что мы их увидим в Пригожине и Вагнере, где-то в Африке, на Ближнем Востоке, в Ряде, скорее всего, в Африке. И давайте еще о процессах, которые, возможно, запустил Пригожин. Собственно, в России накануне он публично вечером вновь акцентировал на несостоятельности российской армии, на ее дезорганизованности, на ее пробелах. Сегодня мы видим эти заявления, которые звучат из уст Золотова о том, что Росгвардия получит большое количество тяжелого вооружения и танки. Как вы считаете, Алексей, как еще изменят, собственно, российскую силовую структуру, слова повара Путина, Пригожина? Неужели действительно что-то поменяется? Слова, даже действия, я думаю, они много чего уже изменили, и они изменят дальше. Дело в том, что те же командиры, даже начиная, может быть, от батальонов, не говоря уже про более крупные воинские соединения на линии фронта, они увидели, что Путин, ну, король-то голый, что какой-то большой силы за Путиным нет. И что, судя по всему, у них наверняка такие разговоры внутри сейчас их воинских коллективов происходят, что Путина будут, скорее всего, менять. И тогда возникает вопрос, а стоит ли так рьяно выполнять распоряжение Путина, как они выполняли раньше, не жалея ни техники, ни людей. Главное дойти с пункта А до пункта Б, потому что, так сказал Путин, не считаясь с потерями. Потому что они понимают, что тот человек или те люди, которые придут после Путина, первым делом они будут вычищать наиболее рьяных сторонников предыдущего уже президента Российской Федерации, или царя, или императора, как его будут называть. Поэтому моральный дух у них не упадет, а вот растерянность у них появилась. И такого выполнения приказа безоговорочного и жесткого, и рьяного слова, уже очень точное. Ну, я думаю, что ждать не стоит. Они начнут очень аккуратно действовать, мне так кажется. Потому что они же не совсем же глупые люди. Они понимают, что таких событий в России давно уже не было. Никто так не смел идти против Путина. А сейчас пошли, и Путин еще оказался, что... Ну, вы знаете, такая шутка уже гуляет по интернету, что что делать Россия, если на них нападет НАТО? Ну, вырыть траншею в асфальте, позвонить Лукашенко. То есть Путина показали слабым. Вот это самое главное, что было на первой фазе вот этого переворота, пуча, движения. Не знаю, как правильно назвать. Давайте поговорим еще о линии фронта. Появились ли там некие, возможно, слабые участки? Накануне в нашем эфире мы общались с представителем восточной группировки войск ВСУ. Нам подтвердили, что вагнеровцев уже нет под Бахмутом. Теперь туда переброшены самые боеспособные подразделения и участники других ЧВК. Патриот и Газпромовские. Вероятно, что эти силы противника не готовы повторять тактику местных штурмов и идти напролом вперед, выпрямившись, как это делали те же зэки. Как считаете, чего стоит ожидать теперь от этих сил на нашей линии фронта? Готовы ли они к наступательным действиям? Или же их задача сейчас это оборона? К наступательным действиям на Лимоно-Клупинском направлении они готовы. Они, в принципе, пытаются делать наступательные действия. Но вряд ли для того, чтобы куда-то далеко продвинуться. Это, скорее всего, не наступательное, это уже контрнаступательное действие для того, чтобы отвлечь наши силы от тех ударов, которые мы наносим. Что касается Бахмута, я думаю, что в конце концов нам удастся его обойти с севера и с юга. И есть даже продвижение внутри этого города, хотя городом это назвать тяжело, это, по сути, полностью руина. Но насколько те люди, которые... Давайте еще раз. Частная воинская компания Вагнера – это профессионалы. Но новые люди в частных воинских компаниях, Газпрома, Московской церкви даже, много у них таких организаций – это люди, которые не укомплектованы полностью зэками. Вагнер тоже своих бойцов профессиональных, они не пускали на вот такие атаку в полный рост. Пускали зэков. Поэтому ожидать таких же самых действий от этих структур военных, как было от зэков Вагнера, я думаю, не стоит. Хотя они тоже – это люди, которые уже научились, даже на нашей войне, научились воевать и преодолевать оборону будет достаточно сложно. Не только потому, что там все заминировано, а потому что построены фротификации, которые больше, чем даже были построены, в некоторых местах во время Второй мировой войны. Там очень серьезные линии обороны. Но мы это знали, мы это просчитывали в нашей генеральной штабе. Верховный главный командович знал про эту ситуацию, мы это учитывали. Это для нас не есть неожиданность. Но это означает, что продвижение, которое мы будем делать, прорывая эти линии, когда мы их прорываем, дальше нам будет уже гораздо быстрее, гораздо проще двигаться. То вот первый этап, когда прорывать линии обороны, они не будут быстрыми. Это не, как говорил президент Зеленского, это не львовский фильм, где будет все красиво и все очень быстро. Нет, к сожалению, это тяжелый труд. И мы тоже несем потери, но наступление наше не минуто, и мы обязательно добьемся победы. Да, согласен с вами Алексей. И стоит напомнить слова, которые были накануне озвучены в Минобороне Украины. Украина продвигается, имеет определенные успехи. Накануне был освобожден населенный пункт Ровнополь Донецкой области. А в целом уже было освобождено 130 квадратных километров наших территорий. Алексей Гетьман, военный эксперт, майор запаса вооруженных сил Украины, был с нами в эфире Фридом. А спасибо вам большое, до новых встреч. До новых встреч.